Легкие гроши, шлях, закраты. Замежный предприниматель занимался на Гомельщине дроблением бизнеса, чтобы уменьшить сумму податков. Про отказности за подобные манипуляции гражданин не думал, но закон завсюду напереде. Что ждет находливого шуканца, смотрите далее в сюжете. Гражданин Республики Таджикистан занимался продажем одзения и обучения низкого ценового сегмента. У Жихарова в некоторых районах Гомельщины подобные товары использовались популярностью. Но предпринимательству это было недостатково. Чтобы повысить прибытки, он придумал злочинную схему. В ходе работы поступившей информации и ее анализа, в поле зрения работников финансовой милиции попала группа лиц, занимающихся розничной торговлей одеждой через ряд субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории Республики Беларусь. В результате проведения предварительной проверки установлена связь всех фирм и подчиненность одному лицу. Кабы обысти податк обкладания, директор вырешил зарегистровать широк компаний на имя таких же, як и сам аматоров нечистых справ. Прибыток покласти у кишеню, знизивши реальную сумму податков. Фактично обкрасть и бюджет. Данным лицом была выбрана упрощенная система налогообложения, согласно которой юридическое лицо освобождается от уплаты некоторых налогов при соблюдении ряда условий. Данные условия этим лицом были предприняты меры по обходу данных условий, дабы не допустить их нарушения, ну и сокрытие выручки, собственно говоря, которое является необходимым условием для работы по упрощенной системе налогообложения. По выниках проверки удалось высветлить, что несумленный предпримальник, який выкористовывал схему дробления бизнесу за 2020-2023 годы, недоплатил свыше 770 тысяч рублей у податков. Мозырским районным отделом Следственного комитета в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью и его пособников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе проведения следующих действий на Майомось Махлярову накладены арыш на сумму больше за 500 тысяч рублей. Ведется попереднее расследование. Татьяна Пимененкова, Миколай Зайцев, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова